Всем привет! Сегодня хочу записать короткое видео с ответом на супер популярный вопрос про Ableton Live. У меня его спрашивают прям постоянно и поэтому запишу короткое видео и буду скидывать в ответ на ваши вопросы. Вопрос в том, что многие спрашивают, почему вот в браузере, например, звуки звучат, бочку выбирают люди. Нравится им, как звучит. Они перетаскивают вавку прямо в проект, ну без сэмплера, просто в вейв файл. Включают и здесь теряется атака. Вопрос в том, что вообще звук звучит как-то вот не так, как в браузере. И это касается звуков не только из браузера, но и там скачали, например, где-то там на сплайсе звук закинули, он звучит не так. Тут на самом деле всего два варианта и они достаточно простые. Первый это настройки. По умолчанию в Ableton Live всегда вот в разделе Record Warp и Launch тут включена опция Create Fades on Clip. Эта опция, она включает автофейды. То есть, когда вы переносите аудиофайл, вот здесь такие маленькие-маленькие получаются фейды в начале и в конце. И это не очень заметно там на каких-то звуках, ну может даже на хэтах это не так заметно, но именно на бочке это слышно, пропадает щелчок. Хотя, стоит заметить, что даже некоторые этого не замечают, и когда присылают мне проект на сведение, там вот эти фейды стоят, вот так и стоят, и люди даже не слышат, что щелчка нету у бочки. Ну, собственно, их нужно убрать. Эти фейды, тогда бочка зазвучит. То есть, тут слышна разница с фейдами и без. Соответственно, нужно убрать вот из настроек вот эту вот кнопочку, сделать off. Тогда бочка у нас уже будет сразу без фейдов. Вот видите, нет фейда. И второй возможной проблемой это может быть включенный режим варпинга. То есть, когда мы переносим ваншот, если он больше определенной длительности, то у нас вот здесь включается режим автоварпинга. И звук из-за этого, естественно, уже искажается и звучит по-другому. Поэтому, если это ваншот, то этот варпинг лучше отключать. Сам режим варпинга, он не включается на очень коротких звуках. То есть, если хэд и кики мы берем, то обычно не происходит этого режима. Но, тем не менее, бывает на каких-то длинных там open-head'ах иногда и на крэшах постоянно этот режим включен. Поэтому нужно проверять. Всегда, если вы закинули звук, нужно проверять, чтобы... Вот видите, на этом крэше, например, он не включен, а на этом он включен. Поэтому нужно его отключать. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока! Продолжение следует...